Машина Путина разрушила утопию шведского социализма Машина Путина разрушила утопию шведского социализма 8 часов 14 августа 2019 года Обновлено 8 и 1 14 августа 2019 года AFP 2019 Svennackstrand Национального дня Швеции 6 июня 2005 года AFP 2019 Svennackstrand Иван Данилов Все материалы едва ли не самый популярный жанр, в котором сегодня работают журналисты западных СМИ Это жанр разоблачения преступлений России в целом и Владимира Путина в частности Трудно найти какую-то проблему западного общества В корнях которой ушлые западные дискурс мангеры не смогли бы разглядеть отпечатки пальцев России Избрание Трампа, отравление скрипалей Brexit Изменение климата Кризис мигрантов в Европе Кризис мультикультурализма Кризис либерализма Убийство высокопоставленного миллиардера-педофила У которого был компромат на Трампа и Клинтонов И даже распространение педофилии среди американской бизнес и политической элиты Во всем этом нашли или активно ищут российское культурное и политическое влияние Начиная с видеосюжетов И заканчивая творчеством Владимира Набокова Самая влиятельная и респектабельная американская СМИ Открывает новые горизонты русофобии и сообщает о том, что в Швеции найдена целая машина, на которой лежит ответственность за кончину прогрессивной утопии этой страны, где крайне правые политики набирают голоса и популярность 12 августа, 08.00 РИА Новости Зачем американская система убила педофила-сутенера? Суть обвинений сводится к тому, что из-за действий России Швеция перестала быть прогрессивной утопией В переводе с журналистского английского на разговорный русский социалистическим раем, то есть страной, которой можно было пользоваться в качестве убийственного аргумента в любых политических дискуссиях, в том числе в США Указывая на то, что высокие налоги и гигантская система социального обеспечения являются ключами к счастливой жизни Американские журналисты негодуют и демонстрируют глубокое разочарование поведением шведов, которые, якобы под влиянием российской пропаганды, все больше верят в то, что открытые границы это плохо, а националисты в парламенте это хорошо The New York Times пишет, что еще более поразительно, так это то, как много людей в Швеции прогрессивной, эгалитарной, приветливой Швеции, похоже, начинают соглашаться с мнением националистов, что эмиграция привела к преступности, хаосу и изнашиванию заветной сети социальной защиты Не говоря уже об отмирании национальной культуры и традиции В качестве доказательства российской вины в осквернении этого социалистического рая приводится следующий список фактов Одному из шведских антиэмигрантских журналистов не дали аккредитацию в парламенте из-за контактов с российскими спецслужбами У одного из известных шведских правых активистов есть наличные рубли Он ездил в Россию, а также он, а ужас, состоит в любовных отношениях с россиянкой И конечно, самое важное, на сайтах крайне правой политической направленности обнаружены рекламные баннеры от немецкой сети магазинов автомобильных аксессуаров Среди владельцев которой есть русские и украинцы Еще одним опорным доказательством российского вмешательства является тот факт, что одно шведское политическое издание обменивается материалами с российским сайтом Спутник А один политический активист пишет материалы для RT В качестве бонуса читателям предлагается зажигательная история о том, как российские журналисты якобы провоцировали шведских мигрантов на хулиганство ради того, чтобы получить хорошую картинку Эти результаты журналистского расследования позволяют респектабельному изданию заявить о том, что рука России во всем этом в значительной степени скрыта от глаз, но отпечатков пальцев предостаточно 2 июля, 08.00.е новости Насильник-мигрант просит снисхождения Он не знал, что нельзя насиловать можно разве что позавидовать легкой жизни журналистов Которые могут себе позволить сдавать в печать такую халтуру Легко заметить, что если вынести за скобки российский вопрос и поставить перед любым специалистом по пиару или политическим технологиям задачу в виде у вас есть несколько закрытых групп в Фейсбуке 3 веб-сайта, 2 журналиста, 1 магазин автоаксессуаров и карликовая партия А теперь вы должны обеспечить этой партией 18% на ближайших парламентских выборах То специалист покрутит пальцем у виска Американские журналисты вынуждены искать мифические объяснения феноменам Для которых есть вполне рациональные и даже очевидные причины Которые, однако, не могут быть озвучены по политическим причинам Например, хваленная система социального обеспечения в Швеции работает при соблюдении двух жестких условий Которые не имеют отношения к налоговой политике Условие первое – доверие в обществе Общество должно быть на 100% уверено в том, что пособия и другие социальные выплаты получают те, кто очень хочет Но временно не может работать или нести на себе полное бремя необходимых расходов Второе условие – в обществе должен быть крайне высокий процент тех, кто работает на высокотехнологичных и других высокооплачиваемых рабочих местах Только тогда экономика в целом может себе позволить нести колоссальное налоговое бремя 12 сентября 2018 года 08.00.REA новости Из русскоязычной интеллигенции в радикалы Новая угроза для Европы Журналистские провокации, которые якобы имели место с целью показать шведских мигрантов в негативном свете Бессмысленны Особенно с учетом того, что весь мир может периодически наблюдать, как мигранты сжигают десятки автомобилей в неблагополучных районах шведских городов Когда американские журналисты пишут, что это все выдумки машины Путина То у рядовых шведов остается довольно небогатый выбор Поверить своим глазам и проголосовать за националистов Или поверить СМИ просто для того, чтобы не чувствовать себя расистами, ксенофобами и агентами КГБ В этих условиях удивителен не результат партии, выступающей за ограничения миграции А то, что она взяла всего 18% голосов Западная система подавления инакомыслия и ее эффективность вызывают определенное восхищение Впрочем, есть и хорошие новости Вся западная машина пропаганды работает над тем, чтобы убедить американцев, британцев, шведов и вообще всех Кто устал от политкорректности и тотально официальной лжи В том, что единственная страна, которая им симпатизирует Не считает их расистами и которая готова говорить им правду Это Россия Ни за какие деньги мы бы не смогли купить такую массированную рекламную кампанию Направленную на улучшение имиджа нашей страны среди наиболее политически активных сегментов населения стран западных А еще позиция наших медийных оппонентов показывает Что действия России не имеют никакого влияния на то воодушевление С которым Россию поливают грязью Можно вообще не беспокоиться о том, насколько черную картину нашей страны они рисуют перед своими читателями Более того, по поводу имиджа всемогущей информационной империи зла не стоит переживать Таким имиджем стоит открыто наслаждаться